Это тюльпаново дерево, это стоянка, эту территорию забираем. Парку для кубусов сделать и сделать сюда вход на территорию. Фонтаны проложить, сделать благоустройство территории. Анатолию Пахомову показывают проект благоустройства сквера в Головинке. Планы архитекторов грандиозные. Вокруг главной достопримечательности поселка, тюльпанового дерева, разобьют клумбы, засеют газон и установят фонтан. Одним словом, благоустроят территорию. Пока она выглядит так. 150-летнее дерево в окружении припаркованных машин. Это место, отмечает мэр, должно быть привлекательным для туристов, как и в целом вся Головинка. Впрочем, концепция развития всего поселка тоже готова. Проектировщики продумали около 30 точек притяжения. Среди них крупный отель с бассейном, парк миниатюр, национальная деревня ремесел и другие. Здесь должны появиться точки роста. Это строительство отелей, это строительство ресторанов, это строительство объектов, которые будут привлекать сюда гостей не только летом, но и зимой. Поэтому здесь должны появиться и конференц-залы. И уверен в том, что до февраля месяца, до инвестиционного экономического форума в Сочи у нас появятся инвестиционные предложения по Головинке. Ну а пока туристы в Головинку приезжают только летом и довольствуются вот таким пустынным пляжем, больше похожим на дикий. В береговую полосу нужно вдохнуть жизнь, уверен Пахомов. При грамотном подходе туристы получат современный пляж, а местные жители – новые рабочие места. Вообще, концепция развития Головинки не должна идти вразрез с интересами ее жителей, подчеркнул мэр. Речь идет о том, чтобы учесть интересы местных жителей в полном объеме. Я несколько раз уже говорил, что ни одного проекта планировки территории не будем принимать без того, чтобы люди обсудили и высказали все свои замечательные дела. Мы делаем социальные исследования, мы раздали анкету, уже три месяца, даже четыре, наверное, мы ведем работу. Например, проект благоустройства исключает вот эти ларьки, но для них нужно обязательно найти другое, такое же выгодное место, чтобы люди не лишились работы, ставит задач Пахомов. На реализацию всего задуманного меньше года. Благоустройство, надеюсь, вот этого самого объекта показа, улицы, прокладка канализации, ливневок, тротуар там построить обязательно по правой стороне надо будет. Это у нас есть пока по концепции. Мы будем стараться, чтобы по дорожной карте это было все сделано до следующего сезона, до 1 июня. Головинка, уверены авторы проекта, после его реализации станет местом притяжения туристов. Подобные проекты планируют разработать для других населенных пунктов Лазаревки – Якорной, Катковой щели и Магри.